Я жил за счет своей деятельности и за счет моих финансистов, которые здесь меня финансируют, которые так мешают Иудову. Салам алейкум, ты лучший, салам всем хорошим. Первое, что надо сделать при установлении шариата, собрать закат у богатых и раздать малоимущим. Это прям как коммунистическая идея, Ленин, по-моему, приходил с такой идеей раскулачивания, забрать у богатых, отдать бедным. Они стали закупать целые кварталы в Грозном и строить себе особняки, один из них Басаев. Во-первых, они, если ты всех под одно, то нет, это будет неправильно. Наверное, какие-то отдельные такие были, но возможно. Конечно, если кто-то, опять-таки, вот твое утверждение, забрать закат у богатых, отдать бедным. Но это ведь не запрещает этим богатым строить особняки, если они богатые. Ведь закат для них это всего лишь 2,5%. Откуда ты знаешь, может быть, он отдал как раз-таки эти 2,5% и построил себе особняк. С точки зрения ислама, какие у тебя к нему претензии. Твое государство, о котором ты говоришь, что получается оно так и было построено, тогда у тебя не должно быть претензий. Человек отдал закат, построил себе особняк, купил себе яхту, построил себе небоскреб. Он же имеет право, ислам же не запрещает никому быть богатым, тратить свои деньги. Не запрещает же, не запрещает. Все-таки, наверное, не такой подход должен быть. Значит, он говорит, другой должен быть. Очень жаль, что у наших лидеров тогда, лидеров Ичкерии, не было вот таких грамотных советчиков, как вы. Вы-то уж точно помогли бы нам построить процветающее государство. Кадыровцы, это же настоящее казачество Путина. Верные слуги царя, которые выполняют приказ без лишних вопросов, и за это им некие привилегии от царя. А Рамзан это настоящий атаман разбойников. Неплохая аналогия. Нохчи, что означает Далдия Габеркет Йойла? Это вопрос от туркмена. Это пожелание, когда что-то, допустим, ты устроился на работу куда-то у тебя, ты получил, я не знаю, какую-то премию. В общем, или ты новоселье, например, заселился, построил дом. Что-то такое, когда происходит, то такое пожелание делают у чеченцев. Если дословно перевести, это будет как «пусть Аллах сделает благословенным последствия этого». То есть того, что сейчас произошло, чтобы все последствия, связанные с этим, Аллах сделал благословенным. Приблизительно вот такой будет перевод. В общем, это хорошее пожелание. Томсо, привет. Ты, наверное, знаешь, что Литвиненко принял ислам перед смертью. Прокомментирую. Интересно услышать твое мнение об этом человеке и его последнем волеизъявлении с уважением из Москвы. Да, я слышал это. Его отец, по-моему, давал интервью, говорил, что его сын перед смертью, он уже был мусульманином, поэтому для нас это наш брат мусульманин. Да помилуйте его Всевышний Аллах. Мнение о нем хорошее. Томсо, почему Эрдоган сначала публично выдворил послов Запада, а когда турецкая лира обвалилась, включил заднюю? Насколько я понимаю, произошло там по-другому. Он изначально сказал о выдворении, потом те извинились, и конфликт был, дипломатический скандал был замят, скажем так. А лира турецкая, ей уже не привыкать. Она там постоянно обваливается, когда Эрдоган что-то говорит. Томсо, как думаешь, возможен ли, в принципе, мирный выход Чечни из состава РФ? Вряд ли в Кремль империи зла придет человек, который добровольно отдаст часть своей империи. Ну, согласен, вряд ли. Возможен ли? Возможен. Теории, возможно такое? Да. Но вряд ли, да? Вряд ли. Добрый вечер, Томсо. Вы сейчас имеете право работать в Швеции. Как вы смотрите на то, если бы вас пригласили в СМИ в качестве эксперта по исламу? Добрый вечер. Я сейчас имею право работать, ну, буду вот сейчас иметь право, я пока еще в процессе получения всех своих документов. Но, по идее, да, все. Решение о статусе беженца, оно принято. Соответственно, сейчас мне также выдано и разрешение на работу на весь срок этого вида нажительства. Как я смотрю на то, чтобы меня пригласили в СМИ в качестве эксперта по исламу? Ну, я бы лучше, наверное, был бы экспертом по Чечне по таким вопросам, так как эксперт по исламу, мне кажется, ну, слишком громко. Так, ты жил в Польше, сейчас в Швеции. Что тебе нравится в менталитете европейцев и что прям сильно раздражает? Ни того, ни другого не могу отметить. То ли я не сильно знаком с менталитетом европейцев, то ли для меня это все как-то обыденно. Не знаю. Тумсо уже никогда не будет работать после пособий. У меня не было пособий. Я в Швеции не получил ни копейки пособий от шведского государства. Так что, нет, пособие... Пособие это не про меня. Единственная страна, которая давала мне пособию беженца, это социал, это была Польша. Когда я находился в Польше, мне выплачивали сколько-то злот. Я сейчас не помню, сколько это было. Когда меня освободили из закрытого лагеря. Так что все. После Польши я нигде никакого социала больше не получал. Если вы не получали пособию в Швеции, то на что вы жили? Я думал, вы получаете пособие. Я жил за счет своей деятельности и за счет моих финансистов, которые здесь меня финансируют, которые так мешают Иудову. Вот за счет этого я и жил все это время, и живу. Тумсо, трудно ли получить гражданство в Швеции? Ну, я пока еще не проходил эту процедуру. Пока не имею на это права. Но здесь проще получить гражданство, чем, допустим, в Германии или в Польше. В Швеции эта процедура проще. Очень много наших соотечественников, чеченцев, сегодня являются гражданами Швеции. Помимо вообще наших, здесь очень огромное количество мигрантов, которые уже являются гражданами Швеции. Но, как правило, эта процедура, она с каждым годом усложняется везде. Я думаю, что в Швеции тоже не будет исключением. Здесь тоже они уже зачатываются. Тумсо, по-моему, в Швеции очень сложно по сравнению с Польшей. Нет, неправда. В Швеции гораздо проще. В Швеции нет даже такого условия, как знание языка. А в Польше ты не только язык должен знать, ты еще историю Польши нам должен рассказать. Гораздо сложнее Польши.